Добрый день, подписчики нашего канала. Сегодня у нас в гостях Александра. Расскажи, пожалуйста, где ты была, куда ездила, где училась? Ездила я в Англию, в Оксфорд. Училась в International School. Зачала английский язык. Где жила? В семье. Принимаешься в семье? Хорошая семья была? Да, очень понравилось то, что, мне кажется, были какие-то свои правила, но они очень хорошо организовывали это. И помимо меня в доме жил еще несколько человек, тоже из других стран, других городов. Из России не было студентов? Нет, именно в моей семье не было. Но был огромный плюс того, что постоянно с кем-то общаешься, постоянно это на английском языке. И безумный опыт, конечно же, потрясающий. И могу сказать, что отличная была атмосфера, то есть мы вместе и готовили, и вместе по вечерам фильмы смотрели. Он у меня был свой. С преподавателем просто безумно повезло. Прям приятно было с ним разговаривать, он очень интересные вещи рассказывал. То есть видно, что там есть профессионал своего дела. То есть ты достигла своей цели, приняла уровень языка? Да, вообще до сих пор. Я сейчас, например, хожу в университет, поскольку у меня иностранные языки. Я прям чувствую, как это все есть, и хочется все-таки разговаривать, разговаривать. Скажи, пожалуйста, в школе какие-то мероприятия помимо языковых курсов? Что-то было интересно? Было, но я их мало посещала. Я, по-моему, не посещала экскурсию в Cryst Charger, где еще стала Гарри Поттера. И также школа предоставила такую возможность, как посетить интернациональное кафе. То есть каждый вечер, в протяжении, по-моему, двух недель. И там ты общаешься с ребятами из разных школ и стран, тоже интернациональных. Играешь в игры, общаешься, смотришь фильмы. То есть программа была разнообразная. Это было безумно круто. То есть я безумно поддерживаю. Но это действительно очень круто. Постоянно общаешься, постоянно что-то происходит, ты в этом находишься, ты не сидишь практически дома. То есть я, по-моему, первые два-три дня я подавала кого еще знала и приезжала домой, сидела, как-то стеснялась. А потом признакомилась с тобой, с кем она просто там уже не поздно возвращалась. И, конечно же, узнала об этом я не очень семья. Вот так, ну, не знаю. Один раз я чуть несколько лет забыть лодки. Во время того, как мы катались. Есть такая интересная штука, называется пати. И это как кататься на бандуре. То есть лодки четыре человека, и один из них отталкивает цепок. И в какой-то момент я догадать, я по юну. И я не удержала равновесие, я думаю, как-то славили, потом весь 7 минут еще вала в эту палку. И это был опыт. Опыт тоже известный. И очень было весело. Какой-то совет участникам будущим, кто поедет или кто думает, ехать или не ехать? Конечно ехать. Это потрясающий опыт. Не только как-то в общении, точнее не в общении, а именно какой-то развитый навык языковой. Ну и также просто познакомиться с новыми людьми, узнать какую-то культуру. Посмотреть совершенно другим взглядом на какие-то вещи. Потому что мне как будто глаза открылись. И я думаю, если будет еще возможность, конечно же, поехала. Возможно, не Анну, но все равно будет. Это прям просто не передать словами. Все очень понравилось. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала. Надеюсь, что мы еще увидимся, может, в дальнейшем. Какие-то другие страны с вами посмотрим. Спасибо большое всем за внимание. Всем хорошего дня. Спасибо.